С приходом холодов на лёд выбираются и любители зимней рыбалки. Однако первые морозы – не лучший повод для увлечения. Буквально накануне температура упала до минус 20, а уже сегодня градусник показал плюс 2. МЧС и освод отправляются к водоёмам. Когда лёд толстый, тонкий, как проверяете? Ну, проверяется по походе. Минус есть, значит, можно выходить. Если пару дней постояло, ну, до этого недели, и пару дней, минус 10 всего, лёд уже от 7 до 10 сантиметров. Как лёд проверяете? Ну, как вам сказать? Если рыбаки ходят часто, значит, я могу выйти на лёд, а так нет. А ребёнок с вами ловит? Ну, пытается, пробовал, и в том году пробовал, и в этом. Ну, интересно. Не боится? Нет. Если папа идёт, значит, и ребёнок идёт. Кажется очевидным, чем холоднее, тем надёжнее водное покрытие. Но это не совсем так. Лёд расширяется от тепла и сжимается от мороза. От резких перепадов температуры он не успевает адаптироваться к изменениям и трескается. Плюс выходить на замёрзшую поверхность реки, если она меньше 7 сантиметров, категорически запрещается. Это опасно для жизни. Если поверхность оказалась слишком тонкой, нужно возвращаться на берег, пока лёд не начал трещать. Двигаться следует по своим же следам, скользящими шагами лучше не торопиться. В Бобруйске сезон у сотрудников МЧС открылся ещё в декабре. Из озера Винницкое спасли 35-летнего жителя деревни Ковали. Экстремал решил, что одного морозного дня достаточно для того, чтобы лёд окреп. Не меньше беда дети. Буквально в конце декабря в Полоцком районе утонули два ребёнка. Один из мальчиков решил проверить толщину покрытия, а другой помчался его спасать. Крайне важно, собственно, уделять внимание ещё и детям, не отпускать их в одиночку гулять и рассказывать о том, что баловство на водоёмах, в том числе и на льду, может закончиться трагично. Ситуация на воде под присмотром освод круглый год. Зима не исключение. На спасательных станциях Бобруйска ведётся мониторинг прибрежной зоны как днём, так и ночью. Реагируют и на вызовы. У нас в городе работают три спасательных станции с постоянным нахождением на них дежурных смен. Это матрос, это моторист и это водолаз. В зимнее время чаще всего ещё есть водолаз-дублёр, потому что водолаз один не может работать. Замёрзшими сейчас можно увидеть большинство водоёмов. Однако температура за окном не обещает стабильных морозов. А значит, лёд не будет отличаться толщиной и прочностью. Чтобы не стать частью зимнего улова спасателей, смотрите прогноз и соблюдайте правила безопасности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова